СПОРТИВНОЕ ИЗВЕСТИЯ Еще с далекой, с далеких-далеких начальных классов Я как бы сидел на уроке, на обычном, не помню на каком уроке Заходит к нам учитель физкультуры, говорит так и так Не хотите прийти на секцию баскетбола, попробовать свои силы Возможно вам понравится, будете дальше заниматься Я подумал, почему бы нет, попробую сходить Пришел на секцию баскетбола Спасибо моему тренеру, Скрипнику Руслану Викторовичу Который позвал меня туда Мне очень понравилось И в дальнейшем я начал заниматься баскетболом в Визюмской ДЮ США Детско-юношеской спортивной школе И мы как бы ездили на турниры В Харьковское спортивное училище физической культуры На просмотр Этот турнир был новогодний турнир и майский турнир После этого нам предложили поехать на сборы Чтобы нас просмотрели уже конкретно лучших игроков с разных команд Мы очень хотели туда, смотрели как бы на перспективу Пойдя в училище, мы уже серьезно начали воспринимать баскетбол Как дальнейшую нашу профессию Минувший сезон получился, наверное, самым неоднозначным в Украине Он не был доигран из-за карантина Но все-таки какие, в принципе, позитивные моменты Сможете выделить для вашей команды в прошлом чемпионате? В позитивный момент Я считаю, что наша команда начала сыгрываться больше и больше С каждым матчем Взяли хороших легионеров нам в команду Они нас усилили хорошие не только на баскетбольной площадке А еще и как люди Это немаловажно в спорте Когда ты с ними общаешься Очень приятно играть с ними потом на площадке После того, как вы с ними и в жизни Хорошие отношения у вас И я считаю, что к концу сезона наша команда Все больше и больше набирала Я думаю, мы бы еще показали Ну, сказали последнее слово Все нас списывали со счетов Как бы мы там бы попали на Тернополь Но я считаю, что у нас были хорошие шансы Пройти дальше и бороться за медали Вы играете на позиции защитника И по итогам прошлого сезона Вы стали лучшим игроком в команде По результативным передачам За счет чего удалось добиться Еще такого вот личного результата? Ну, моя позиция подразумевает Отдавать много передач Разыгрывать, организовывать игру в нападении Разыгрывать, назначать комбинации Которые мы тренируем И, конечно же, немаловажно видеть хорошие передачи И, конечно же, этих передач бы не было Если бы мои партнеры Спасибо им большое за это Что они забивают мячи, которые я им отдаю Они забивают Это большая заслуга моих партнеров То, что у меня столько передач Сейчас главный тренер команды Многолетний лидер политехников Когда был игроком Тимур Арабаджи Вы также с ним играли на одной площадке Когда он стал тренером Вот какие-то сложности были Вот, может быть, в общении Вчера это был твой партнер Сегодня это твой тренер главный Вот есть ли в этом какие-то особенности, скажем так? Я бы не сказал, что у нас были какие-то сложности Он когда играл с нами Он уже был играющим тренером Я уже застал, ну, когда он уже был играющим тренером Вот И наши отношения как бы не поменялись У нас хорошие отношения тренера с игроками Очень хорошие отношения Поэтому он когда играл были хорошие отношения И сейчас хорошие отношения С появлением в Харькове еще одной харьковской команды Баскетбольные Харьковские Соколы Болельщики стали свидетелями вот Харьковского дерби, да И в Кубке Украины вы играли между собой И в высшей лиге, когда выступали Харьковские Соколы Вот эти матчи принципиальные для вас Вот имеют какое-то значение Или они не сильно отличаются от матчей с другими соперниками В частности, для вас Конечно, дерби это всегда интересно Для болельщиков Кто-то болеет за одну команду, кто-то за другую команду И, конечно, на этих играх Присутствует очень такая накаленная атмосфера Ну, я бы лично... Ну, я думаю, что это... Эти матчи были такие же по важности, как и другие остальные Каждый матч для команды важен Хоть это Харьковские Соколы, хоть это Мариуполь Все матчи очень важны для команды Нужно каждый матч выходить и играть на полную силу Нет такого, что можно как-то слабо сыграть Как-то недооценить соперников Все матчи важны для команды Конечно, когда ты играешь с более сильными игроками У тебя больше мотивация, чтобы показать, на что ты способен Зачастую бывают такие матчи, вот как бы драматические, да? Когда как бы соперники ни в чем не уступают друг другу Основное время заканчивается в ничью и начинается овертайм Вот в овертаймах у вас тоже были овертаймы в вашей карьере Что выходит на первый план для достижения результата? Очень важна психология игроков Нужно... В овертайме нужно играть с холодной головой Нужно играть, в первую очередь, характером Если команды сыграли в ничью в основное время Вышли в овертайм Это значит, что команды, по сути, сыграли ровный матч То есть нужно уже в овертайме показывать характер Чтобы выиграть матч А пробовали себя в уличном баскетболе 3 на 3? И как вы вообще относитесь к этой игре еще? Да, пробовал Тимур Рабаджи является тренером юношеской сборной Украины по баскетболу Он меня привлекал Я ездил на один тур в Одессу играть в 3 на 3 за сборную U23 Вот, мне понравилось Надеюсь, в дальнейшем я буду попадать в такие... Такого рода соревнования Играть за сборную хотелось бы мне, конечно Вот Ну а так, конечно, мы политехником участвовали на областных соревнованиях Различных просто харьковских соревнований по стритболу Сейчас... Это раньше так называлось стритбол Сейчас уже баскетбол 3 на 3 Официально это признан олимпийским видом спорта Вот, это как бы тоже определенная мотивация, чтобы... Еще есть возможность, если не в баскетболе 5 на 5 Можно попасть в сборную Украины, в национальную сборную в будущем И играть на олимпийских играх за сборную Украины Сергей, а как проводите в свободное время, если у вас хобби? В свободное время я люблю прогуляться в наших парках города Это дает мне возможность отдохнуть морально от каких-то тяжелых тренировок, например Или учебы Вот, и... Еще люблю как бы смотреть дома фильмы, сериалы различные Читаю иногда книги Вот, компьютерные игры, редко играю Ну, скоро подготовка начнется к новому сезону Там свободного времени уже будет поменьше Какие вообще планы у Политехника? Увидим ли мы команду в Суперлиге? Что-то вот об этом известно уже? На данный момент мы готовимся, как и всегда Готовимся к чемпионату Потом нам уже скажет тренер, руководство, где мы будем играть Конечно, хотелось бы попробовать обратно вернуться в Суперлигу И играть в Суперлиге уже Спасибо, Сергей, что были сегодня гостем в нашей студии Желаем вам успеха и вашей команды Ждем от вас новых свершений Спасибо У нас в гостях был один из лидеров Харьковского баскетбольного клуба «Политехник» Сергей Кузнецов Благодарю за внимание, удачи вам и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин